всем привет предлагаю вашему вниманию обзор пары очень редких но при этом весьма недорогих кассет под скромным названием супер именно супер данные кассеты предоставлены моим подписчикам и нашим товарищем по увлечению владимиром из киева украина за что ему огромное спасибо в этом мире осталось еще что-то правильное и понятное все мои видео начинаются с какой-то краткой истории о показываемой кассете и пока больших проблем с материалом не было до этого момента именно эти супер вызвали самое бурное обсуждение по вопросу происхождения все это случилось моем телеграм-канале ссылка на него в описании к этому видео присоединяйтесь кроме того на канале dwdw недавно выходил небольшой ролик на такую кассету судя по всему денис также не нашел никакой информации по этим супер но зато показал как эти кассеты устроены внутри за что ему большое спасибо я постараюсь высказать обобщенную информацию из разных источников и от разных людей я не утверждаю что мои выводы абсолютно верны и так что мне удалось узнать первое с вероятностью девяносто девять процентов это японские кассеты не говорю пока качественные просто японские аргументы в пользу этого высказывания на обороте все на японском на супер hf надпись сделано в японии эти кассеты встречаются на 10 минут что является исключительно японской фишкой для караоке упаковка сделана довольно аккуратно сама кассета не в китайской формовке в точку второе коробки как вы видите мои два экземпляра в макселовских коробках кроме того существует версия с макселовской коробкой с т-образным стоппером и с коробкой от fuji с их фирменным крестом лично для меня это весомый аргумент в пользу чисто японского происхождения данных кассет подумайте сами если кассеты сделаны в китае то какой смысл комплектовать их настоящими японскими коробками кроме того это макселовская коробка с т-образным стоппером говорит что год производства этих супер 1982 плюс минус год именно в восемьдесят втором году макселл сменил т-образные стопперы на широко известные игреки и коробка fuji также прекрасно вписывается в этот восемьдесят второй год третье кассеты вживую не производят впечатления китайской вещи все аккуратно и добротно сделано упаковка и наклейка на кассете ровные текст сзади на упаковке читаемый но тут к сожалению нет ничего проливающего свет на изготовителя этой кассеты а как раз изготовитель этой кассеты самое интересное напомню мои слова это просто обобщение какой-то разрозненной информации на сайте аквабас эти кассеты есть и они во вкладке aml тире супер кстати фото на аквабас как раз от спонсора сегодняшнего видео то есть аквабас и владимир явно намекают на общем цехе по производству кассет aml и этих супер я поначалу сильно сомневался в таком обобщении но затем изменил свое мнение вот под каким причинам возможно глупым посмотрите внимательно на шрифт текста на упаковке кассеты супер и красный aml он абсолютно одинаковый даже общая стилистика написания совпадает текст на обороте вообще не различается иероглиф к иероглифу согласен аргумент слабый но что есть с другой стороны я никогда в жизни не видел кассет от компании aml без катушек а тут раз и есть кассета в черном корпусе от aml странно что за контора aml да кто ее знает аудио мэйс лимитед скорее всего так называется эта контора про нее мало чего известно кроме того что она занималась мелкосерийным скорее всего производством кассет с катушками для разных брендов если вы откроете на аквабас вкладку reel-to-reel то большинство кассет там будет именно от aml и почти на всех их кассетах с катушками есть их фирменный логотип в правой нижней части кассеты также эти кассеты супер многие называют изделием от maxel скорее всего из-за коробок и центральной части кассеты сильно похожи на некоторые модели maxel первой половины восьмидесятых но на этот вопрос будет ответ только после вскрытия кассеты поэтому вскрываем начну с супер hf конкретно у этого экземпляра упаковка натянута не суперски небольшая волна имеется но не критично давайте вскроем в итоге упаковка подклеилась причем сильно и вот в этой нижней части что спасти ее не удалось на китайскую не сильно похожи ну да подклеилась за упаковку конкретно этому экземпляру 7 баллов кассета вид спереди торец ведь сзади слегка щелкнула в комплекте кассета вкладыш вкладыш формата но не то есть на нем нет вообще никакого логотипа супер может быть и на кассетах мл в целом такие же вкладыши без обозначения без привязки к конкретной кассете ничего не вижу просто голубенький цвет до места под надписи здесь тоже разлинована но уже по вертикали и вот так бумага неплохая в районе 150-200 грамм плотность хорошо коробка с стоперами сильно похожими на максовский давайте смотреть максовская коробка или нет боковые грани рифленые по центру упор под палец это лицевая часть фигурная такая же как у максово да никаких сомнений в том что это настоящая максовская коробка у меня нету комплектация не очень богатая я думаю на 6 баллов не выше кассета сторона а б чего по ней сказать ничего по не сказать сам по себе корпус он шершавый не в точку просто шершавый то есть на китай не похоже на максов не похоже у максовов по моему корпуса гладкий ну что касается корпусов я думаю посмотрим чуть позже когда вторую кассету супер откроем там и сравним для начала давайте глянем что здесь ленты ракорд так ракорд без фирменной максовской ставки максовские фирменные ставки по моему пошли у них на максово 78 года здесь ничего такого нету но подушечка пластина на месте склейка лента лента на цвет ну такой цвет коричневый похоже ли на максов я почему говорю максово ну просто так лента похоже на первый тип железо да по цвету по общей скажем так заливки лаком начала восьмидесятых определенная тдкд sony те же макс вы примерно так же и выглядят давайте скроем вторую кассету и будем уже сразу по двум супером искать какие-то корни других брендах это уже другая модель кассеты супер называется эйси акустик кассет на обороте нет надписи made in japan но основной текст один в один как и на предыдущий hf здесь пленка натянута получше вообще отлично натянута никакой волны ничего мне все нравится скрываем тоже сильно подклеилась и по торцу вообще не отходит упаковку и здесь сохранить не удалось к сожалению как будто клеем намазали и кассета супер эйси 60 минут ведь спереди торец ведь сзади все то же самое и не открывается ел упала проще было разобрать чтобы скрыть и не повредить коробку в комплекте кассета точно такой же как и на первой кассете вкладыш голубенький без привязки к бренду и коробка да она максовская ну ты их клинит где видимо вот эта лицевая часть коробки сильно выпирает и подклинивает до за комплектацию этой кассете поставлю 5 баллов на один балл ниже чем 1 только из-за проблемы с коробкой да прямо чувствуется что здесь не заподлицо лицевая часть и откидная часть коробки из-за которой она плохо открывается но тем не менее это все равно максовская коробка я не вижу никаких причин сомневаться в этом кассета сторона а сторона б от 1 речев она ничем не отличается посмотрим да один в один такая же формовка слегка шуршаленькая 5 винтов скошенные углы наклейки и центральная часть вот это вылитая как на некоторых кассетах максов посмотрим что с лентой у поиси отличается или нет я думаю абсолютно одинаковые ленты должны быть в этих двух суперов склейка лента ну-ка да никаких различий по ленте не вижу я так думаю это какая-то просто бюджетная кассета которая самая самая дешевая среди японских кассет которая могла продаваться как это супермаркетах еще где-то может быть они там продавались не поштучно от килограммами поэтому производителю не было нужды заморачиваться с приобретением какой-то другой ленты ну типа разные модели кассет и си и hf и в них должна стоять разная лента они с этим не стали заморачиваться и во всех их кассетах стоит одинаковая лента вполне вероятно что точно такая же лента стоит и в кассетах с катушками а но меня нет такой кассеты я не могу ее сравнить давайте поищем родственников этой кассеты значит что мы видим центральная часть как и сказал оля максал берем классический максал 82 года смотрит центральную часть до 1 в 1 ничем не отличается формовка размер ширина высота этих грани по периметру что-то еще полностью совпадает максал и супер далее корпуса как вы видите корпуса абсолютно разные насколько я знаю не существует ни одного максала вот с такой центральной частью и с большой широкой наклейкой которая доходит почти до краев коробки кто-то скажет как это нету когда есть кассеты hitachi или максер супер слн у которых большая наклейка но если вы внимательно присмотритесь то на этих hitachi или слн максалах сама центральная часть она отличается от классического максала по размеру по площади за прекрасно видно окошко больше выступы здесь чуть больше плюс на таких кассетах максал hitachi наклейки уже прямоугольные то есть без скошенных углов на супер напомню скошенные углы то есть по этому параметру максал или hitachi не подходит к супером скажете надо посмотреть макс пожалуйста давайте посмотрим да здесь основная формовка очень сильно походит на супер на максалах она шершавенькая здесь шершавенькая но на этих суперах зернистость больше кроме того ну вроде бы да скошенные углы и на максале и на суперах но центральная часть на максал посмотрите она овальная здесь прямоугольная вы знаете хотя бы одного максала у которого скошенные углы на наклейке и прямоугольная центральная часть я таких максалов не знаю соответственно среди максалов нету корпусов один в один как это супер естественно стоит посмотреть и максалы 85 года да они хотя почему да нет они точно не походят на этот супер вроде бы тоже прямоугольная центральная часть но смотровое окно больше плюс формовка никак не стыкуются с супер hf или pc а что если не максал а допустим у скси а ведь хорошая версия давайте глянем центральная часть прямоугольная углубление подна бы сильно похоже на максалов или на супер до формовка формовка но вот опять же не попадаем потому что здесь формовка прямоугольная плюс сама по себе штамповка корпуса в полоску из кси отпадает и более мне ни одна кассета на ум не приходит у которой были бы большие наклейки скошенные углы и прямоугольная центральная часть была бы она овальная уже как говорится вариантов 1000 но в такой компоновки композиции это какой-то эксклюзивный корпус если у вас есть на примете аналогичные не логичная один в один такие же корпуса как на этом супер напишите в комментариях я посмотрю в общем мой предварительно итоговый вывод по корпусам этих кассет это какая-то собственная компания изготовителя этих кассет пусть это будет а м л забыл посмотреть похоже ли по цвету лента в этих супер с лентами максал глянем здесь совсем не она классический максал 82 года даже рядом не лежали это лента по цвету ближе к тдк d 82 года честно говоря такое вылитое классическое железо давайте лучше посмотрим на эти супера в деле вдруг у них великолепная суперская лента смотреть все будем на тике в 6030 мне кажется сомнительные кассеты максимально удобно и полезно смотреть именно на нем немного перемотки вперед которая на удивление не сильно шумная немного назад да с перемоткой все неплохо при нулевых положениях калибровки 400 герц плюс 2 децибела входящий сигнал на выходе падение ну как-то не поймешь но в пределах одного децибела плюс минус пол децибела вход плюс 2 выход вот такой вроде бы неплохо давайте смотреть калибровку по уровню до надо поправить чуть-чуть хотя лента слабо чувствительная честно говоря потому что я кручу много индикатор двигается мало подмагничивание вроде выставляется теперь вы его поплыл бьешь надо опять подправить тем не менее уровень по меткам стал без по меткам стал крутилки калибровки заняли следующее положение уровень по левому правому каналу стоят параллельно и плюс 1 подмагничивание также параллельно что всегда радует и минус 4 но на тоненького но калибровку эта кассета проходит без без замечаний скажу так на 8-9 из 10 я бы оценил эту кассету именно по положениям крутилок калибровки после калибровки контрольный 400 герц плюс 2 децибела на входе на выходе те же самые плюс 2 ни падения не поднятия уровня не разбаланса пока все хорошо давайте послушаем кусочек песни входящий уровень также будут держать на уровне плюс 2 децибела что на выходе слушайте и оценивайте самостоятельно а кстати как же звучат эти 400 герц тоже же интересно вход выход не очень хорошо большого количества дропаутов не слышу но мне кажется высокие сильно искажаются потому что во первых подмагничивание ушло далеко в минус минус 4 это нехорошо скажу кратко мне попадались кассеты которые звучат гораздо приятнее и ровнее на тесте 400 герц а теперь песня классические песня эти капитаны он классические песня отличие сына следующий 5 Субтитры сделал DimaTorzok Высокие и низкие, все на месте Уровень держит, разбаланса нет Звучит, да вполне себе сносно звучит На 8 на 10, да, я думаю, вполне себе правильная оценка Теперь посмотрим типа другую кассету HF, та была AC, а это HF Также немного перемотки вперед Немного назад По шумности все то же самое Сразу сравним калибровку Отличается ли HF от AC По уровню все один в один Подмагничивание чуть-чуть Ну и то так, я думаю, на нюансах Скажу так, в обеих кассетах стоит абсолютно одинаковая лента Даром, что она, видите, кривовато по подмагничиванию Первая кассета так же скакала, как и эта вторая 400 Гц после калибровки Уверенно держит Выход с ленты плюс 2 дБ Входящий на ленту плюс 2 дБ Да, это тоже подтверждает, что ленты не отличаются друг от друга Давайте послушаем песню Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! По звуку и по записи Потеря и поднятие уровня Разбаланс, не разбаланс Эта кассета ничем не отличается от первой кассеты Те же самые небольшие проблемы с высокой шумностью Только и всего По шкале Омского я решил объединить обе кассеты в одну строку и поставить по всем параметрам 7 баллов Это довольно хорошие оценки, позволяющие назвать эту кассету качественной вещью, пригодной под хорошую, близко к очень хорошей записи И итоговый вывод по этим кассетам Супер Кто их сделал? Точно не Максл, не Фуджи, не Сони или ТДК Никаких близкородственных связей по корпусу кассеты Супер с вышеобозначенными брендами нет Лента совсем не похожа на Максл Но Сони или ТДК близко Тем не менее, я скажу, что по ленте все обозначенные бренды к этим Супер никакого отношения не имеют Скорее всего, эти кассеты являются детищем японской компании AML А где она брала ленту для своих кассет, мне неизвестно Но мой вывод основан только на сходстве текста на упаковке и твердой уверенности, что Супер сделаны в Японии К тому же вкладыш подтверждает теорию о Японии Пусть он безликий, но сам по себе он японский Я встречал такие вкладыши на внуяпах Что касается ленты и качества записи, то как и сказал, вполне достойная лента Никаких проблем с калибровкой и записью не обнаружено Звучит очень хорошо, что и отображено в шкале Омского На Авито весной 2024 года я видел эти кассеты по 500 рублей за запечатку И как мне думается, это очень хорошая цена за такую кассету Но в любом случае, мои выводы это исключительно мои выводы Я показал вам, как все выглядит на самом деле И если вы знаете больше про эти кассеты, не пожалейте своих знаний и поделитесь ими в комментариях На этом все Еще раз благодарю спонсора сегодняшнего выпуска Владимира из Киева Благодаря его бескорыстной помощи мне удалось узнать что-то интересное о необычной и редкой кассете И я с удовольствием поделился этой информацией с вами Спасибо, Владимир Надеюсь вам, мои дорогие подписчики, понравился этот ролик И вы поддержите мой канал комментарием, лайком и подпиской До новых встреч и самое главное Нет войне!